Пройти обследование и сохранить жизнь. Одесситок призывают ежегодно проверяться у мамолога, чтобы как можно раньше выявить рак груди. Им в нашей стране сегодня больны почти 140 тысяч женщин. Около тысячи ежегодно заболевают в Одесской области. И каждый час от этой болезни одна умирает. Жуткую статистику в очередной раз озвучили на этой неделе во Всемирный день борьбы с раком молочной железы. Как предотвратить страшные последствия, узнавала Екатерина Лапицкая. Не стать одной из многих. Каждый час в нашей стране от рака груди умирает одна женщина. Чтобы защитить себя и не допустить страшную болезнь, достаточно проверяться раз в год. Снимок можно сделать за считанные минуты. С результатом сразу к врачу. Узнавать, все ли в порядке. Для этого хватит одного взгляда. А так вам взгляд где-то третья степень будет, да? По размеру. Ну вторая так точно. Затягивать не стоит, ведь крошечное уплотнение очень быстро может превратиться в опухоль. Даже если ее удалят, есть риск, что в организме образовались метастазы. Страшные изменения женщина может долгое время не чувствовать. Это как раз самое большое заблуждение. Потому что опухоли молочных желез не беспокоят. И даже уже будучи в достаточно большой стадии, они абсолютно интактны. За сегодняшний день, слава богу, патологий не так много. То есть доброкачественного характера в принципе она есть, но в злокачественных еще пока образований мы не нашли. В разных клиниках города стоимость мамограммы колеблется от 100 до 300 гривен. Поэтому многие пользуются возможностью пройти обследование бесплатно. 20 и 21 октября ежегодно. Евгения Васильевна приходит на такое только второй раз. Ну что-то там начали вроде и послали меня на мамограмму. Обследовать грудь. Первый раз, а второй раз уже сами? Да, второй раз я сама пошла уже обследовать сюда. Тем денистом. Есть те, кто на обследование ходит ежегодно. К примеру, Людмила Павловна. У нее от рака молочной железы погибли сразу две подруги. Которые ушли уже в возрасте до 50 лет. И не могли уже спасти их. Наблюдаться надо регулярно. Потому что маммография это то, что потом может привести, если вовремя не проходить, к плачевным состояниям. По словам врачей, маммограмму необходимо делать хотя бы раз в два года. Но лучше раз в год. Больше шансов вовремя начать лечение. Это касается женщин за 40. А вот молодым девушкам достаточно делать УЗИ. К сожалению, рак молочной железы помолодел. Поэтому работать надо с людьми всех возрастов. И мы имеем такой опыт работы в учебных заведениях. Мы ежегодно проводим в УЗах Одессы такие информационные кампании. Когда наши молодые девушки, получая эту информацию, во-первых, внимательно относятся к себе. А во-вторых, обращают внимание своих мам. Это касается и тех, кто привык вести здоровый образ жизни. Больше половины женщин, которых мы лечим с диагнозом рак молочной железы, при опросе не имеют этих факторов. Они абсолютно здоровые считали себя. Они своевременно рожали, своевременно кормили. Они из разных социальных слоев нашего города. Поэтому говорить о том, что у кого-то это будет, а меня эта ситуация минет, к сожалению, невозможно. В нашей стране сегодня этим видом рака больны почти 140 тысяч женщин. Около тысячи ежегодно заболевают в Одесской области. В Украине ежегодно около 15 тысяч женщин заболеют раком молочной железы. Около 6 тысяч погибнут от этого грозного заболевания. Если мы возьмем все женские, все женские онкологии, все женские раки, и сложим заболеваемость, там шея куматки, тело матки, яичники, заболеваемость все равно будет ниже, чем молочной железой. Но есть шанс изменить печальную статистику. Врачи советуют контролировать свое здоровье, чтобы при малейшей опасности не затягивать с началом лечения. Провериться можно в областном онкодиспансере, в клинике медуниверситета или 6-й поликлинике.